Год удачный. Ильфат Садыков из Новошишминского района фермерством занимается уже 8 лет. В родном селе Ярыклы аграрий разводит бычков. Сейчас в стадии более 50 голов. Сено много, фураж, урожай хороший получили. Из-за этого я считаю год такой удачный. Мясо, реализация места есть, свое кафе имеется, мясо туда реализуем. Сейчас в Татарстане около 4000 фермерских хозяйств. По итогам минувшего года они произвели почти половину сельхозпродукции республики. Это почти 150 миллиардов рублей. Выросли показатели по зерну, овощам, мясу и молоку. Работу фермеров отметил министр сельского хозяйства, который из-за болезни в съезде участвовал по зуму. Те фермеры, которые были несколько лет назад и которые сейчас, это, конечно, совершенно разные фермеры. Это уже не фермеры, это уже на самом деле у нас есть сельхозпредприятие, которое не достигает такого уровня, как наши фермеры. По уровню, по надоям, по голове, по масштабу строительства, по переработкам. Это, конечно, стоило большой объем работы и много времени, вложение много сил и энергии. За это, конечно, хочется только сказать огромное спасибо. В минувшем году в России собрали рекордный урожай зерновых. В Тарстане в Закромах находятся продукции на 6 миллиардов рублей. При этом на большой объем рынок отреагировал снижением закупочных цен. Теперь по всей стране фермеры решают, как и куда выгодно деть зерно. Эта зерна, она нужная продукция, но для рынка, понимаете, что я говорю? Так-то нам нужно это, но для рынка не нужно. Рынок говорит, вы его куда-нибудь уберите, 2 миллиона тонн, куда-нибудь высыпите его, море или куда-то. После этого начнется нормальный рынок, все остальные. Начнется купить и продать нормальный, цена появится. Фермеры ждут поддержки от государства. И решений в масштабах всей страны выдвигается целый ряд предложений. Надо снижать затраты, убрать акцизы на дизельное топливо для аграриев, потому что они на федеральных трассах не ездят. Сейчас до конца надо интервенцию развернуть и закупить зерно, чтобы запас был и оживить рынок, чтобы цены на зерно подняли до производителей. Они регулируются в плане того, когда есть запасы, чтобы не пострадали наши потребители, понятно. Но тем не менее, эти вопросы, которые надо экспорт дальше развивать, и сядь все ограничения на экспорт продукции, чтобы оживить рынок и доходы повысить. Еще одна серьезная проблема – отток населения из села. Фермер из Апастовского района Рушан-Мефтахов разводит лошадей, хочет расширить дело, а кадров нет. Мы нуждаемся в рабочих силах, потому что молодежь уезжает в крупные города, а работать остается только пожилым людям, то есть пенсионерам. За последние 20 лет убыль сельского населения Татарстана составила более 100 тысяч человек. Это как четыре района. Как говорят фермеры, государству нужно принимать действенные меры. В первую очередь, чтобы жизнь на селе по своему комфорту и доходу не уступала городу. Большой отток населения сельских мест. Это нас очень волнует, потому что задевает несколько государственных таких программ и проблем. Это демографические ситуации, это нехватка квалифицированных кадров, ну и запустение территории. И поэтому, соответствующим образом, государству в целом, наша страна к своим крестьянам-кормильцам должна соответствующим образом относиться. В Татарстане для поддержки села действует комплексная программа. Строят социальные объекты и развивают инфраструктуру. Фермерам выделяют гранты. За 10 лет на это направили более 4 миллиардов рублей. Здесь приоритетная задача максимально оцифровать и сделать дистанционным процесс подачи документов. Дмитрий Айринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Продолжение следует...